В ликвидации последствий разлива нефтепродуктов задействованы около 50 единиц техники и более 100 сотрудников компании «Транснефть». ЧП произошло 18 декабря в районе деревни Уткино в Клепяковском районе. Причина – незаконная врезка. Криминальная врезка устранена в 7 утра 19 декабря. Продуктопровод «Новка и Рязань» работает в штатном режиме. В настоящее время идет работа по ликвидации последствий разлива. Чрезвычайной ситуации нет. Специалисты ведут очистку. На месте в течение всего дня работают представители Росприроднадзора. Проверку по данному факту проводят сотрудники природоохранной прокуратуры. Дизельный топливо в объеме примерно 9 тонн поступил на рельеф местности. В настоящее время представителями Росприроднадзора отбираются пробы почвы. Министерством природопользования в свою очередь отобраны пробы воды для установления факта загрязнения. И в дальнейшем расчета ущерба, причиненного данным объектом окружающей среды. Чтобы не допустить дальнейшего разлива нефтепродуктов и их попадания в реку, ручей Переузка сотрудники «Транснефти» перегородили специальными бонами. Шесть устройств поставили в день аварии. И еще два сегодня. Установлены шесть рубежей задержания и локализации продуктов. Объем предположительного выхода 9 кубических метров. Устраним срок до 25 декабря. Из-за личной наживы на кражи топлива, который составляет несколько тысяч рублей, ущерб наносится колоссальный. За прошлый год хищение топлива прямо из трубопровода произошло более 50. Это данные по Московской области. Нередко незаконные врезки приводят к разливу нефтепродуктов. А любители легкой наживы становятся не только похитителями, но и виновниками в причинении ущерба окружающей среде. По закону, таким преступникам грозит до шести лет лишения свободы. Какими будут последствия этой аварии, зависит от оперативности специалистов в «Транснефти». Они обещают закончить работы по ее устранению в кратчайшие сроки. Алена Куколева, Игорь Глотов, телекомпания «Город».